Это подкаст Сингенты. Добрый день, коллеги. Меня зовут Никита Кадаченко. Я технический эксперт компании Сингента в направлении биостимуляторы и питания растений. В предыдущем подкасте мы поговорили о выравнивании товарной фракции яблок и о возможностях её хранения. И темой для сегодняшнего обсуждения будет вся линия продуктов компании Сингента в направлении биостимуляторов и питания растений в саду. Предлагаю построить наш подкаст следующим образом. Мы пойдём поэтапно от начала вегетации до момента созревания плодов. Параллельно с этим интегрируя наши продукты в технологии и системы питания. И начнём мы с фазы мышиное ушко. Это наша ранняя весна, одна из первых вегетационных фаз. И здесь вы узнаете о таком продукте из линии Плантофол, листового водорастворимого удобрения НПК марки 105410. Данный продукт имеет в своём составе высокое содержание фосфора. Для чего нам фосфор в столь ранний период? Ведь мышиное ушко обрабатывать по сути нечего, листовая масса маленькая, большинство раствора уходит в никуда. Так думают многие аграрии, но именно в этот период потребность в фосфоре очень велика, так как в результате холодных температур почвенный фосфор может быть затруднён в передвижении, либо вообще недоступен. Это происходит при почвенных температурах ниже 10 градусов. Соответственно, в этот период растение нуждается в фосфоре для запуска активации процесса фотосинтеза. Именно в этот момент Плантофол 105410 выполняет свои прямые задачи. Насыщает новые молодые листочки фосфором, позволяя им выполнять свои непосредственные функции в процессе вегетации. Следующий продукт – аминокислотный биостимулятор Мегафол. В первую очередь данный продукт направлен на противодействие, минимизацию рисков абиотических стрессов. В садах их достаточно большое количество, начиная от возвратных заморозков, дождя во время цветения, холодных температур или наоборот очень жарких, высоких температур, которые приводят к длительной засухе. Но тут же у вас может возникнуть вопрос, а если сезон сложится благоприятно и никаких стресс-факторов не будет от слова «совсем», тогда Мегафол будет выполнять функцию поддержания растения на уровне физиологии, а также будет являться отличным транспортным агентом для элементов минерального питания, параллельно помогая растению переходить из одной фенологической фазы в другую в оптимальные для этого сроки. Следующим продуктом из уже знакомой нам линии Плантофол будет равновесная марка 2020. Данный продукт будет нужен нам до первой декады июля, когда мы снижаем подкормки азотными удобрениями и будет как вспомогательная функция для контроля дефицита элементов минерального питания. Следующим продуктом является Кальбит-С, о котором мы уже говорили в предыдущих наших подкастах. Это кальциевый безазотный продукт на основе хилатирующего агента лигносульфоната аммония. Начинать обработки кальцием следует с фазы опадения лепестков примерно через неделю. И важно соблюдать баланс между листовыми обработками и корневыми подкормками с помощью фертигации. Следующим инструментом для интеграции в систему питания и как отдельная технология применения является продукт Бенефит-ПЗ. Данный биостимулятор направлен на повышение активности клеточного деления, в результате чего плоды становятся выровненными по своей фракции, по калибру, соответственно, без потери качества при хранении продукции и её дальнейшей реализации. Так как данный продукт не содержит в своём составе синтетических гормонов, применение его обосновано лишь в определённые фазы развития растений. Первая обработка, начиная с фазы образования завязи и повторной обработкой через неделю. Также во многих хозяйствах неотъемлемым элементом технологии являются применение продуктов для повышения интенсивности окраса, также для закладки на длительное хранение. Данным продуктом в портфеле компании Сингента является биостимулятор Свит. Свит в своём составе имеет комплекс полисахаридов и обогащён бором и цинком, плюс кальций и магний. Данный комплекс позволяет окрашивать плоды без потери их качества, например, если провести параллель с продуктами-ретардантами на основе 2-ХЭФК, то есть хлорэтилфосфоновой кислоты, которые запускают активный синтез этилена, который остановить уже не представляется возможным, соответственно, срок хранения таких яблок снижается на долгие недели. Расскажу немного о своём опыте применения ретардантов. Да, всё это работает очень здорово, если мы точно уверены в сроках съёма. То есть если мы знаем, что мы яблоки уберём вовремя и сразу их реализуем без закладки на хранение, это отличная технология. Но, как бывает зачастую, в период, когда мы планируем выйти на уборку, заходят затяжные ливни, соответственно, сроки входа в сады у нас оттягиваются и появляются риски потери качества плодов, так как при обработке ретардантами плотность яблок с каждым днём будет всё меньше и меньше, и в итоге мы будем получать так называемую картошку на языке агрономов, когда плотность нашего яблока будет очень низкой, оно становится рыхлым и непригодным для дальнейшей реализации. В отличие от продуктов-ретардантов, свит применяется и на плодах, которые планируется заложить на долгий срок в камеры холодильника, потому что его работа основана на физиологическом уровне и построена следующим образом. Полисахариды участвуют в реакции с ферментами, ферменты, в свою очередь, взаимодействуют с аминокислотами. И, например, фенилаланин как раз-таки отвечает за синтез пигментов в плоде. Соответственно, чем больше будет синтезироваться фенилаланин, тем больше окрас будет на наших плодах. Здесь уже этилен не принимает никакого участия до момента, пока естественным путём он не начнёт вырабатываться при созревании яблок. То есть синтез этилена мы не усиливаем, но интенсивность окраса наших плодов повышается. Применение данного продукта начинается заблаговременно не менее чем за три недели до предполагаемой даты сбора. Повторная обработка проводится через одну неделю. Следующим замыкающим продуктом из линии питания компании Сингента будет Плантофол 51545. Данная марка позволяет нам насыщать плоды необходимым элементом калием с минимальным воздействием азота. Мы все с вами знаем, что калий непосредственно участвует в запуске процессов оттока минеральных соединений, сухих веществ к плодам. Соответственно, параллельно с этим повышая и плотность кожуры. Например, на сорте Айдорет сорт сам по себе достаточно плотный, то есть мякоть упругая, но кожица достаточно нежная. И при сборе, когда люди начинают его более активно собирать, проявляются нажимы, которые практически на всех сортах остаются в камере хранения до конца, вплоть до момента реализации. Исключением могут являться, например, такие сорта, как Айдорет, Ренет Семеренко, которые и большой процент этих нажимов затягивают непосредственно в камере холодильника. Как раз-таки обработки калием в поздний период вегетации, на завершение, в период уже созревания плодов, будут способствовать и повышению плотности кожуры, и снижению травматики при сборе. Я рассказал вам о элементах технологии и интеграции продуктов компании «Сингента», направлении биостимуляторов и питания растений, которые вы можете применять в своих хозяйствах уже сегодня. В следующем выпуске нашего подкаста мы поговорим о том, как вырастить яблоки, подготовленные к долгосрочному хранению. Коллеги, хороших вам качественных урожаев! С вами был Никита Кадаченко. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!